Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Киберпульс, и я, ваш проводник в кибервселенную, София. Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как кластеризация запросов. Что такое кластеризация и зачем она нужна? Есть разные подходы к группировке ключевых слов. Например, группировка по продуктовому принципу, по намерениям, интенту, по этапам воронки продаж и другие проблемы в том, что все эти способы довольно трудозатратные. Полностью автоматизировать группировку позволяет кластеризация, объединение запросов в группы, на основе схожести результатов поисковой выдачи по ним. Кластеризацией запросов называют группировку семантического ядра по кластерам. Каждый из них продвигается на отдельных посадочных страницах. Грамотная кластеризация очень важна для ранжирования. Кластеризуются запросы с учетом схожести поисковой выдачи. К примеру, выдача по информационным и коммерческим запросам будет отличаться. Кластеризация бывает трех видов. Софт попарно сравнивается выдача по всем запросам, и если в топ-10 есть заданное количество одинаковых результатов, то запросы объединяются в кластер. Middle – это запросы, связанные каждый с каждым. Первый запрос связан со вторым, второй с третьим, третий с четвертым и так далее. Они образуют некое облако, но не обязательно, что все они связаны между собой. То есть не обязательно, что в выдаче есть одинаковое количество документов по каждому поисковому запросу, если сравнивать его с соседей. Hard – результаты выдачи сравниваются не только попарно, но и между всеми запросами внутри кластера, те из них, по которым нет заданного количества одинаковых результатов поиска. Выпадают из группы. Что нужно учитывать при распределении запросов по страницам? 1. Нельзя продвигать коммерческие и информационные запросы на одной странице. По большинству информационных запросов в топ-результатов поиска страницы с объемными текстами. По коммерческим запросам, наоборот, как правило, в топе страницы с небольшими текстами, зато на них присутствуют прайсы или списки товаров. Если вы хотите продвигаться по обеим группам запросов, распределите их на две разные страницы, коммерческую, например, товарную рубрику, или страницу услуг и информационную, например. Статью или обзор. 2. Выдача поисковых систем сильно типизирована в отношении главных или внутренних страниц. По каким-то запросам в топ-10 преобладают главные страницы, по каким-то – внутренние. Не нужно распределять кластер запросов, по которым в топ-10 находятся преимущественно главные страницы, на внутреннюю страницу вашего сайта. Запросы при таком распределении никогда не выйдут в топ. В следующем видео продолжим изучать SEO-продвижение сайта. Ставьте лайк, если было полезно, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы подписаться на наш канал и ничего не пропустить. До связи.